М1 Глобал Молодец. Есть ошибки, будем работать дальше. Вы вместе проходили сборы, вместе тренировались. Расскажи, что, на твой взгляд, не получилось? Какие ошибки отмечу? У него получается все на тренировках. Просто тренировался с предыдущим тренером, там немного по-другому больше качался. Сейчас мы перестали качаться, но еще мышцы не до конца ушли. Будем работать больше над ударной техникой. Полтора месяца только у моего тренера, поэтому уже хорошо получается что-то. Расскажи, вот у тебя тоже был недавно реванш. Поздравляем с победой, с реваншем. Как теперь для себя видишь дальнейшие планы, когда бы хотел следующий бой провести? Дальнейший бой. Я хочу восстановиться. У меня есть травмы. Руку повредил с Андрада. Восстановлюсь и дальше уже будем смотреть. Туда дальше, выше. Еще такой вопрос, тоже связанный со спортом. В Сочи проходит этап Формулы-1. Как ты? Не безразличен к этому? Интересно ли тебе следишь? Особо не стяжу. Наблюдаю, бывает, если попадется в спортивный канал. Я больше за единоборствами стяжу. Футбол тоже не люблю смотреть. Играть – да. Какими, на твой взгляд, качествами должен обладать профессиональный боец? Профессиональный боец, я считаю, должен быть скромным, уважать соперников своих. При победе, при поражении уходить достойно. Основные качества такие, я считаю, должны быть. Сейчас в мире, в Америке особенно, начинается новая эпоха единоборств, когда женщины все больше и больше участвуют в поединках. Расскажи твое отношение к женским единоборствам. Есть ли место для этого в мире? Женщина должна сидеть дома, считаю. Дома, смотреть за детьми, за семьей, создавать уют. Драться – это не женское, выступать, бороться. Наблюдая за ронду Розина, честно, вот она мне нравится. Она в прошлом дзудаистка, может, из-за этого. В основном девушки должны сидеть дома, смотреть за мужем, за детьми. Спасибо большое. В заключение твои слова болельщикам, которые следят за твоими боями, за твоими брата. Спасибо всем, кто болеет, переживает. Мы будем радовать вас победами своими. Удачи. Спасибо.